сейчас я надеюсь у нас появится немножко больше красочного материала точно это он да я буду рассказывать на самом деле не про ракеты будущего про ракеты настоящего и это то что собственно меня и наверное многих других больше всего в этом деле вдохновляет том что это все уже сейчас но начнем мы немножко с прошлого полкон 9 это ракета компании spacex и сначала небольшое вступление откуда взялась эта компания ее основал илон маск который хотел повысить интерес в обществе космосу отправив на марс растения и сфотографировав первую жизнь доставленную на марс он стал искать для этой миссии ракету не нашел ничего подходящего и решил что я построю свою ракету и как раз тогда он продал свою часть в компании paypal за это выручил где-то 200 миллионов долларов и большую часть из них он вложил в создание spacex они на эти деньги построили небольшую ракету которая называлась falcon 1 разработали под неё двигатель merlin это была так скажем практически минимальная ракета которая могла выйти на орбиту она поднимала 500 килограмм сейчас есть проекты ракета чуть-чуть поменьше там где-то 100 килограмм но по размеру они на самом деле не сильно меньше вот с четвертого раза эта ракета успешно полетела и после этого нас отвалило так скажем spacex довольно большой контракт на полтора миллиарда долларов даже чуть больше и это был контракт на доставку грузов на мкс и spacex до сих пор выполняет по этому контракту обязательства уже вот скоро будет 9 лет в него входило 12 полетов кораблей dragon сейчас они сделали 10 полетов и вот нас ждет одиннадцатый и в 2010 году полетела первая версия ракеты falcon 9 вот на этой схеме можно так ознакомиться с ее устройством внутренним у нее две ступени вот здесь вот сверху маленькая вторая снизу большая первая они очень похожи друг на друга и та и та состоит из баков с керосином и жидким кислородом у них одинаковые двигатели только внизу их 9 на наверху 1 вот ну и естественно не отличаются размером под обтекателем эта ракета помещается целый автобус то есть на самом деле она здоровая но и иногда вот как на этой фотографии обтекателя нету и вместо него летит корабль dragon на мкс вот это самая первая версия ракеты она слетала пять раз вот здесь вот илон маск на фоне этой ракеты здесь примечательно то что вот видно что у нее двигатель располагать таким квадратом чего уже не было в следующей версии ракеты это одно из было одно из изменений вот сначала двигатели были квадратом потом они стали кругом и они еще стали по-другому рулить ракетой вот но это еще позволило там убрать часть проблем с распределением нагрузки но самое наверное важно что ракета выросла практически на голову вот это falcon 1 это falcon 9 1 версия это falcon 9 следующей версии и она почти на 3 тонны стала больше выводить в космос вот затем была следующая версия которая летает сейчас но там уже пошли другим путем они не стали увеличивать ракету они увеличили тягу двигателей и это позволило взять собой больше топлива ну потому что чем больше тяга тем больше можно топлива поднять но дело в том что чем больше вы берете топлива тем больше вам нужны баки а баки весят массу чем больше масса конструкции тем хуже поэтому spacex решили вместить больше топлива в те же самые баки больше топлива естественно по массе а это достигается путем увеличения плотности топлива то есть если мы увеличим плотность топлива то в те же баки у нас влезет больше массы и это то что они сделали повышение плотности достигается за счет экстремально низких температур. И сейчас SpaceX использует жидкий кислород температурой то ли минус 207, то ли минус 203. Я точно не помню, но я вам точно могу сказать, что с такими температурами никто в ракетной технике не работает. У них самое холодное топливо, и это позволяет значительно увеличить эффективность этой ракеты. Вот она была увеличена в этой версии с 13,2 тонн до 22. На самом деле у них на сайте написано даже 22,6 или 22,8, но, честно говоря, я не очень верю в эти цифры, поэтому я написал 22, тем более, что это имеется в виду одноразовый вариант, то есть когда первая ступень не возвращается, это мы вряд ли когда-нибудь увидим, потому что они просто всегда ее возвращают. И вы могли заметить, что я рассказываю про версии ракеты, как будто это какая-то компьютерная программа. И это одно из отличий SpaceX от других производителей ракет. Конечно, другие ракеты тоже модернизируются, но в SpaceX это такой непрерывный и очень быстрый процесс. Практически каждая следующая ракета в чем-то отличается от предыдущей. Она постоянно совершенствуется. И это одна из особенностей SpaceX и их производства, помимо того, что они все делают сами. Это, наверное, самая главная их особенность. И люди, которые не очень в теме, они, например, могли слышать, что американцы покупают у нас двигатели. И они сделали вывод, что все американские ракеты используют российские двигатели. На самом деле это, конечно, не так. SpaceX полностью разработала свои двигатели с самого начала. Она их сама производит и использует на собственных ракетах. Они сами строят на своей фабрике ракеты, сами строят свои космические корабли, авионику, систему управления и все, что можно представить. И вот на фотографии виден настоящий ракетный конвейер, где вот четыре ракеты на разных стадиях производства. Вот в эту уже вставили двигатели, в эту вставили, кажется, два двигателя. Вот. И точно так же на поток поставлены испытания. Так как на каждой ракете девять двигателей, у них этих двигателей производится довольно много при таком объеме ракет. Каждый двигатель испытывается сначала отдельно, потом он устанавливается на ракету, уже испытывается в составе ракеты. Это вот просто ракету ставят на стартовый стол или на специальный испытательный сцент и просто включают двигатели. Они работают столько же, сколько будут работать во время полета. И последнее такое испытание проходит уже буквально за две секунды до старта, когда двигатели включают на полную мощность, чтобы уже ракета летела, но ракету держат такие специальные замки, они ее не пускают лететь. И в это время компьютер очень активно анализирует работу всех двигателей, чтобы убедиться, что там никаких нигде отклонений нет. И если все в порядке, то через две секунды ракету выпускают в полет. И первая ступень летит примерно две с половиной минуты. Там это, естественно, зависит от полезной нагрузки, от траектории, которая каждый раз чуть-чуть отличается. Но в среднем где-то до двух километров в секунду первая ступень разгоняет и себя, и вторую ступень. То есть разделение проходит примерно на скорости 2 километра в секунду, примерно на высоте 70 километров. Иногда даже больше. Иногда там 2,3 километра в секунду. Это, надо сказать, огромная скорость. А проблема в том, что, как уже сегодня упоминали, наверное, неоднократно, чтобы остаться в космосе, чтобы выйти на орбиту, нужно разогнаться в плоскости параллельной Земле. То есть нужно лететь не вверх, а нужно лететь в сторону. И поэтому первая ступень, она улетает от космодрома. В этот момент разделения существует три варианта дальнейшего развития событий. И вот это один из них. Это самый предпочтительный вариант, когда первая ступень возвращается на посадочную площадку, которая расположена на Земле. Здесь вот видно, что она не совпадает со стартовой площадкой, но там где-то 9 километров, что ли. Но здесь красными отмечены участки, где работают двигатели. А желтыми отмечены участки свободного полета. Соответственно, вот здесь работают двигатели первой ступени. Здесь происходит разделение. Дальше включаются двигатели второй ступени, и она улетает и увозит полезную нагрузку на орбиту. А первая ступень разворачивается в горизонтальное положение. То есть она приводит себя в положение ровно параллельно Земле и гасит свою горизонтальную скорость. То есть вот если верхушка микрофона — это сопло, и ракета, например, летит вот так же, то ракета приходит вот в такое положение и включает двигатели. И она продолжает лететь вверх, но при этом горизонтальную скорость изменяет так, чтобы упасть на посадочную площадку. Вот. Соответственно, вот пока она падает, у нее очень сильно растет скорость. И чтобы сбавить нагрузки при входе в атмосферу, потому что вот здесь вот никакой атмосферы нет, ну, то есть какая-то уже минимальная вот здесь вот, высота может достигать 150 километров, иногда даже больше. Это, естественно, зависит от миссии. И вот чтобы сбавить нагрузки при входе в атмосферу, она включает вот здесь вот двигатели. Это вот как раз тот участок, когда ракета летит на огромной скорости двигателями вниз и включает их. Это красот, о чем Андрей рассказывал на своей лекции, когда говорил про срыв потока в двигателях. Потом двигатели выключаются, и после этого они включаются уже в самом конце, чтобы приземлиться. Второй вариант, когда ракету нужно разогнать до большей скорости, ну, там, или вывести на орбиту более тяжелый спутник, использует... А, да, вот так вот это выглядит с Земли. Такой очень красивый кадр с большой выдержкой, и свет вот накапливается по мере того, как ракета летит. Здесь вот не надо смотреть на вот эту вот кривизну этой линии, на самом деле она довольно прямая, это объектив искажает. Так вот, а второй вариант выглядит вот так. Это когда ракета улетает на большой скорости от стартовой площадки, ее на берег уже не вернуть. В этом случае подставляют баржу, грубо говоря, под то место, куда ракета сама должна упасть. Но вот после разделения ракета тоже разворачивается, ну, я имею в виду первую ступень, вторая вот так вот улетает, и это здесь хорошо видно. А первая ступень сбавляет скорость, и здесь это тоже видно, она практически сразу начинает падать вниз. Точно так же сбрасывает скорость при входе в атмосферу, и последнее включение двигателя уже для посадки. Но иногда не хватает топлива в первой ступени, даже вот для этого включения двигателей. И этот вариант любят меньше всего в компании SpaceX, потому что ракета испытывает самые большие нагрузки. Он выглядит вот так. Это такой вид сбоку. Вот здесь вот первая ступень работает-работает, дальше разделение, вторая ступень полетела дальше, а первая ступень просто свободно падает по баллистической траектории и включает двигатель уже только один раз при входе в атмосферу. И перед этим у нее скорость вообще огромная, там что-то порядке восьми скоростей звука или что-то такое. Ну, то есть, по сути, скорость у нее такая же, как на разделении, то есть может превышать два километра в секунду. Вот. Естественно, для ракеты это не полезно, и такие посадки даются сложно, но, тем не менее, вот за прошедший год мы уже набрали таких посадок. И, кстати, именно по такой схеме летала ракета, которая вот буквально на прошлой неделе стала первой в истории ракеты, которая полетела второй раз. И вот ее вернули, насколько я знаю, по такой схеме, может быть, по предыдущей. Вот. Но она успешно, тем не менее, приземлилась на баржу. Со стороны это выглядит вот так вот. Если у нас сейчас видео заработает, еще желательно его отмотать на начало, если можно. Или это и есть начало? Да, просто с помощью вот этого кликера нельзя управлять. Нет. Предыдущее можно видео? Очень важно, в каком порядке посмотреть их. На самом деле нет. Вот. Это кадры сразу же после разделения. Ускорены, если я не ошибаюсь, в четыре раза. Иначе бы это было довольно скучно смотреть. Вот видно, как раскладываются так называемые решетчатые плавники. Только что отработал двигатель перед входом в атмосферу. И посадочный импульс. Мы приземляемся на баржу. Вот с такого ракурса это выглядит не очень впечатляюще, а гораздо более впечатляюще. Но лично для меня было увидеть это со стороны. То есть увидеть вот эту дикую скорость ракеты именно с самолета, который ее снимает. Да, запустите, пожалуйста. Нет. Вот это черное, это первый кадр видео. Нужно нажать там play. Отлично. Вот мы видим ракету. Она с огромной скоростью падает. И вот сейчас вот камера отдаляется. И не только из-за облаков, а просто из-за того, что ракета очень далеко. Мы ее даже практически теряем из виду. Но ракета при этом, она несет сейчас на скорости, ну, наверное, она уже на дозвуковой скорости, но все равно это сотни метров в секунду. Она точно знает, где она находится. Она точно знает, что она на правильном пути. Она управляет собой, чтобы этот путь себе прокладывать, если что, корректировать. Вот сейчас включается двигатель, и она очень прицельно опускается на баржу, которая на самом деле очень маленькая. Вот конкретно это видео уже старое. Ему примерно два года. И вот эта посадка неудачная была, но зато красочная. Но сейчас все происходит ровно точно так же, за исключением того, что вот этого не происходит. Да, но это был такой красочный взрыв. Вот. Но я считаю, что нужно разобрать... Разобрать... Да, спасибо. Как именно ракета собой управляет. И у нее для этого есть три основных элемента. Это, во-первых, решетчатые рули, которые мы уже видели, они так раскладываются и могут управлять ракетой в полете. Естественно, чем больше скорость и чем больше вокруг воздуха, тем более они эффективны. Поэтому в вакууме они не работают. Вместо них в вакууме работают азотные двигатели ориентации, которые поворачивают ракету после разделения. Вот. Ну и уже во время самой посадки самый главный элемент — это отклонение вектора тяги. То есть за счет того, что двигатель, он не ровно вниз стреляет, а может чуть отклоняться вправо и влево. И тем самым он изменяет ориентацию ракеты и может как-то ее тоже смещать. То есть почти всегда используется один двигатель, потому что у любого ракетного двигателя есть минимальная тяга. То есть меньше, которую он давать не может. И двигатели SpaceX, вот эти вот, которые на этой ракете стоят, они заточены под то, чтобы поднимать ракету массой 550 тонн. Иногда даже больше. Это ее стартовая масса. Поэтому они очень мощные. И их минимальная тяга довольно высокая. И даже если работает один двигатель из девяти, то его минимальная тяга все равно больше, чем масса ракеты. Поэтому она может тормозить, но она не может зависнуть в воздухе. То есть ракета может зависнуть в воздухе, только если в ней, например, много оставшегося топлива. Но сухая ракета без топлива, она весит меньше, чем минимальная тяга двигателя. Поэтому чаще всего используется один двигатель. Про рули немножко поподробнее. Вот на этих фотографиях, собственно, на любых фотографиях ракеты Falcon 9 можно, наверное, не так-то просто оценить масштаб. А вот на самом деле эти рули, они имеют размер примерно полтора метра. Ну, то есть вот если от пола смотреть, это как-то вот так вот, наверное. То есть они на самом деле здоровые, как и вся ракета. И, естественно, посадка невозможна без посадочных опор. Это уже стала такая визитная карточка этой ракеты. Сейчас вот когда недавно, где-то месяц назад, Falcon 9 летела без ног, это было очень непривычно, потому что этого не было примерно два года. Вот уже два года подряд она летает с посадочными опорами. Каждая опора высотой примерно с трехэтажный дом. И вот здесь она нарисована в сравнении с суборбитальной ракетой компании Blue Origin. Каждая опора весит меньше 500 килограмм. То есть для такого размера это очень маленький вес. Это именно то, чего, естественно, добиваются в ракетной технике. Нужно всегда уменьшать массу. И у них охват довольно большой. Это где-то 17 на 17 метров. Если мы посмотрим в сравнении с баржей, то по ширине на баржу едва-едва влезает три ракеты. Это вот та цель, в которую нужно попасть с высоты 140 километров. Иногда даже больше. То есть вот три ракеты по ширине влезают на баржу. И на самом деле, как показывает практика, как показывают, наверное, последние несколько приземлений на баржу, баржа могла быть еще, наверное, раза в два больше, потому что ракета практически всегда приземляется в этот желтый круг. Ну, после чего, после успешной посадки, ракету с баржей везут в порт. Ее вот так вот подцепляют специальным краном. Вот здесь видно людей, которые ее осматривают. Вот это такой более близкий кадр. Можно понять масштаб. Вот здесь стоят маленькие такие люди, которые влезают даже под двигатели. Наверное, если каску снять. То есть ракета на самом деле очень большая. Вот эти ноги потом отсоединяют. Снизу подхватывают вторым краном. Вот так вот это выглядит. Вот здесь один кран, здесь второй. Ракету привозят в горизонтальное положение, складывают на специальный транспортировщик и везут в ангар. Это все выглядит вот так. Это, на самом деле, уже старая фотография. Ей, наверное, больше, чем полгода. Но уже тогда у них в ангаре было четыре ракеты, и они потом приземлили пятую. Сейчас я уже, честно говоря, даже сбился со счета, сколько они ракет посадили. Наверное, около десяти, может, девять, восемь, может быть. В общем, очень много. Вот. И тут возникает вопрос, а зачем вообще все это надо? Потому что, ну, понятно, что это нужно, чтобы вот на этих всех ракетах потом лететь второй раз. Здесь многие скептики приводят пример системы Space Shuttle, которая, ну, это была американская многоразовая космическая система. Там был многоразовый вот этот сам шаттл такой белый, наверное, многие с ним знакомы. И были даже многоразовые бустеры, вот эти вот боковые, которые отделялись. И единственная одноразовая штука – это был такой здоровый рыжий бак. Вот. И шаттлы были одни и те же. Там у каждого шаттла накопились десятки миссий. Но, тем не менее, это… Ну, вообще, программа Space Shuttle можно проиллюстрировать вот такой вот картинкой. Вот это ожидание и реальность. То есть вот так вот хотели сделать многоразовый космический корабль. Такой пустой ангар. Просто загоняешь туда корабль, грузишь груз, и корабль полетел. Потом загоняешь туда следующий, грузишь груз, и корабль полетел. А вот так вот выглядело обслуживание шаттла в реальности. То есть вот здесь, чтобы увидеть шаттл, нужно очень постараться. Потому что здесь, ну, вы видите, что здесь целое здание построено, можно сказать, вокруг него кишат люди. Все набито каким-то оборудованием. И в итоге один полет шаттла стоил примерно 500 миллионов долларов. Это, конечно, очень много. Это совсем не то, к чему стремились. И вот это приводит как пример того, что многоразовые системы неэффективны с точки зрения экономики. Но тут разница в том, что шаттлы делали на государственные деньги, а SpaceX ракеты Falcon 9 делает на свои деньги. И от экономической эффективности программы Falcon 9 напрямую зависит благополучие компаний. Поэтому они все время работают только на результат и максимально стремятся именно к экономической эффективности. То есть, чтобы вот такого вот не было. Ну, потому что все вот здесь стоит денег, и каждый человек получает тут зарплату. Это именно то, из чего и складывается вся цена запуска одного шаттла. И благодаря тому, что буквально на прошлой неделе впервые в истории полетела ракета второй раз, и еще благодаря тому, что на прошлой неделе была одна из самых больших в мире космических конференций, на которой выступала президент компании SpaceX Гвинн Шоттвелл, мы получили некоторую информацию об экономической эффективности подхода SpaceX уже сейчас. И это выглядит вот так вот. Желтая — это цена второй ступени. Вот весь круг — это цена всей ракеты. Синяя — это цена первой ступени. При этом вот этот сектор — это примерно столько, сколько SpaceX потратили на подготовку ступени к повторному полету. Это ступень, которая приземлилась 8 апреля в прошлом году. Они ее почти целый год готовили к повторному полету. И вот она полетела на прошлой неделе, став первой в истории многоразовой ракетой. Гвинн Шоттвелл не упомянула, сколько именно они денег потратили, но она сказала, что гораздо меньше половины стоимости первой ступени. Ну вот я здесь нарисовал чуть-чуть меньше половины, то есть половина бы проходила где-то вот здесь, ну потому что мы точно не знаем. То есть вот эта темно-синяя часть — это то, что, по сути, можно отбросить от стоимости ракеты. То есть вы видите, что стоимость ракеты практически на треть, если не больше, сокращается. И еще очень важное замечание то, что это была первая в истории ракета. Никто до этого не запускал ракету второй раз и не знал, как точно это делается. Естественно, на вот эту первую миссию было потрачено в разы больше ресурсов, чем можно будет тратить, доведя технологии до идеала. И вот Шоттвелл говорит, что уже в ближайшее время, ну я бы расшифровал это как год, может быть, полтора, они планируют сбавить количество от работы, которое необходимо для подготовки уже летавшей ступени к повторному полету, где-то в 10 раз. И график превратится примерно вот в такой, если на самом деле не еще больше вот эта штука сожмется. То есть вот темно-синяя часть — это то, что можно будет просто отбросить. А у нас останется вот от первой ступени, от стоимости первой ступени только вот такой вот маленький сектор. И цена всей ракеты, она снизится практически в три раза. Кстати, кроме того, я вот не добавил, к сожалению, слайд, но там еще не так много информации. Илон Маск заявил вот тоже после этой миссии, что обтекатель, который защищает полезную нагрузку от набегающего воздуха во время запуска стоит примерно 6 миллионов долларов. Мне кажется, что это как-то многовато. Еще он до этого говорил, что первая ступень стоит 70% от всей ракеты, и еще он говорил, что ракета стоит 60 миллионов долларов. В общем, если эти все цифры сопоставить, получается, что обтекатель в два раза дешевле второй ступени. И это как-то не очень клеится, потому что, казалось бы, вторая ступень с двигателем, с баками должна быть гораздо дороже, чем обтекатель. Но вот это та информация, которая есть. И этот самый обтекатель, они уже, можно сказать, научились тоже возвращать. То есть еще 6 миллионов долларов из 60 они вернут. Вот во время последней миссии они, как я понял, они вернули одну половинку из двух. Он отделяется на две половинки. Это происходит уже после отделения первой ступени. То есть первая ступень отделяется, дальше некоторое время вторая ступень летит вместе с обтекателем, дальше он отделяется. И дальше он с помощью, там у него какая-то своя система ориентации, и даже, как сказал Маск, управляемые парашюты, которые, я так понимаю, ну там никаких сейчас видеоматериалов нет, даже фотографий нет того, как это все выглядит. И я так понимаю, что обтекатель плавно садится на воду, и дальше его вылавливают на лодку и уже везут в порт. Вот все, что у нас есть, это фотография обтекателя на лодке, который закрыт брезентом. Там, в общем, ничего особо не видно. Вот. Так что с экономической точки зрения, это самый главный вопрос, когда мы говорим про многоразовость, весь смысл в том, чтобы сбавить цену полета в космос. И, на мой взгляд, с экономической точки зрения, все выглядит довольно радужно. И, ну, естественно, тут еще надо будет смотреть на то, как это будет получаться, но уже сейчас можно видеть, как очень многие начали вот по всему миру, и в Китае, и даже в России, стали смотреть на Маска и думать, ага, неужели это работает? Надо же, надо и нам так же. И, ну, тут проблема в том, что разработка космической техники — это дело довольно долгое, и у Маска уже все летает. И если верить в Гвин Шотвелл, что даже для меня, на самом деле, было сюрпризом, что уже с первого, получается, полета это было экономически эффективно. Ну, естественно, если не считать стоимость разработки этого всего, факт в том, что они на подготовку первой ступени к повторному полету потратили меньше, чем строить новую ступень. Вот, и у Маска это уже летает, остальные только начинают задумываться о том, чтобы такую систему проектировать. Ближе всего, наверное, к этому компания Blue Origin. Они уже даже показали видео, как их многоразовая ракета летает и садится на баржу точно так же, как это уже в реальности делает SpaceX. Потом там, ну, в общем, еще несколько компаний задумываются про многоразовость, но всем еще предстоит долгий путь. И если уже там через полтора года или, может быть, два, мы увидим снижение стоимости в два раза, то это, конечно, оставит далеко позади всех конкурентов. И с учетом объемов, с которыми SpaceX производит свои ракеты, они имеют шанс, так скажем, ну, не побоюсь этого слова, захватить рынок, наверное. Но, естественно, это все очень сложный процесс. Наверное, у них будут какие-то сложности. Я не знаю, может быть, даже аварии будут. Но из аварии они все время очень тщательно достают всю информацию, которая только возможна. И вот, пожалуй, космическая техника — это та область, где люди умеют лучше всего учиться на своих ошибках. И, по-моему, да, по-моему, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...